Наконец-то справедливость восторжествовала и в футболе И приз лучшего футболиста планеты получил самый красивый футболист планеты Хотя, конечно, весь этот конкурс стал напоминать какое-то шоу Московская красавица 92-го года Слезы, прически, малиновые пиджаки Ладно Физкульт-привет! Это новости о Спорте ТВ от 15 января И с вами Александр Журавлев Как это и принято на Руси, испокон веков в январе что ни день, то новое шоу Не успел уехать Роберт Розетти, как заступивший на его место Валентин Иванов заявил, что не понимает ничего из того, что придумал Розетти Помня о романе Широкове, не будем ничего комментировать, опасаясь мести одного футбольного органа Директор цирка уехал, клоуны остались Говоря о клоунах, я имею ввиду уже не футбольных судей, а наших хоккеистов Которые устроили клоунаду на матче всех звезд КХЛ Если вспомнить кубок Первого канала, то стоит признать Делать шоу у звезд КХЛ получается лучше, чем играть в хоккей На этом веселом фоне как-то нелепо смотрится распродажа в московском Спартаке А может это тоже часть шоу? Очень смахивает на путь Анжи Еще бы продали кого-нибудь в Челси, было бы вообще один в один На другой стороне земли великолепное новогоднее шоу устроили организаторы открытого чемпионата Австралии по теннису В 40-градусную жару они даже крышу над кортами не закрывают Игроки падают в обмороке, зрители разбегаются организаторам начхать Очень похоже на репетицию чемпионата мира по футболу в Катаре Ну или Олимпиады в Сочи Осталось выяснить, кто заплатил австралийцам за эту репетицию Шейхи или Газпром? Английский нападающий Джермен Дефо заявил, что его переход из Тоттенхема в канадский клуб Торонто Не лишит его шансов выступать за сборную Англии на предстоящем чемпионате мира Вот молодец! Заявил и обнадежил многих российских легионеров из нерейтинговых чемпионатов Таких как Руслан Картоев из молдавского Сфентул Георгия 40-летний Алексей Наумов из эстонского Калева И даже Алексей Лапсанов из монгольского Эрчима Ребята, не падайте духом, верьте Дефо Капелла следит за вами Полузащитник немецкой Баварии Франк Рибери, очень желавший получить золотой мяч После того, как занял только третье место, заявил, что для него важнее не личный титул, а командные успехи Мы решили поговорить об этом с самим Риберием Алло, Франк, вы что, так сильно расстроились? А вы как думаете? Этот Рональду, этот Месси, этот Фифа, этот Блатер, они все подложили мне свинью Мне мусульманину Да вы слишком сильно принимаете это к сердцу, Франк Вы столько сделали в прошлом году для своего клуба, что вам в Мюнхене вообще памятник из бронзы во весь рост должны поставить Опять из бронзы? И вы туда же Я не хочу из бронзы, я хочу из золота Золотой мяч и золотой памятник Франк, да перестаньте вы уже, будьте мужчиной Вам нужно выпустить пар Найдите себе хорошую девочку с грудью третьего размера Развлекитесь Да вы приходите, наконец, или нет? Я не хочу грудь третьего размера Я хочу первого 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 Да, плохи дела с Рибери Вот до чего доводят эти золотые мячи Будем надеяться, что со временем отпустят Жалко человека все-таки На фоне всех этих массовых шоу тихо и незаметно проходит спектакль одного актера в Казани По словам работников клуба Рубин, уволенный главный тренер Курбан Бердыев по-прежнему ходит на работу Запирается у себя в кабинете и сидит там до поздней ночи Что он там делает, непонятно Но хочется всем людям на земле пожелать так же любить свою работу Пусть даже бывшую А у меня на сегодня все С вами был Александр Журавлев и новости о спорте ТВ от 15 января Заходите к нам на сайт и пишите в твиттер Физкульт пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok